ФАК ЙО, ИТС НЮКЕЙ О НОВЫХ НОВОСТЯХ, О НОВЫХ РОЛИКАХ И О МНОГО-МНОГО ДОЛГОМ ЕЩЕ ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО У НАС ЕСТЬ ВК ГРУППА, ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ, ГДЕ ТОЖЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО КОНТЕНТА, ПРИЧЕМ ОН НИГДЕ ПРАТИЧЕСКИ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ, ВЕЗДЕ ЧТО-ТО НОВОЕ ТАК ЧТО ТОЖЕ ТУДА ПОДПИШИСЬ, ССЫЛКИ БУДЕТ СЕ ВНИЗУ И я хочу сейчас представить своего соведущего этого интереснейшего интервью, это Ваня Уандер Йоу, всем берегам, всем берегам Конечно, это мы делаем не одни, а вместе с нашей командой Speak to Bash Сегодня у нас в гостях настоящий олдскульный мэн из СНП, но начало его истории началось в далекой Якутии, в небольшом городе Ленц Слова его треков, это как моменты прямой жизни, только разбавленные ледяным ветром своей родной местности Кажется, в своих текстах он смешал всю мощь и холод якутских морозов с сервисом проспектов Санкт-Петербурга И разбавил все это ялмазной пылью Словом, переносит нас в свой мир, где каждое слово — это частица истории, а каждый бит — энергия родных улиц Так что приготовьтесь к настоящему путешествию, где мы узнаем, как наш герой формировался как личность Приготовьтесь к погружению в мир СНП for Alive, где каждое слово — это стрит-мудрость, а каждый бит — это ритм улиц Спектубаш делает правильно, Дима и Ваня, вся команда захватила здание В городе на Неве, меж мостов, нужно капристально ходим и ищем вновь Кто обладает харизмой, кто движет, рэп вышел, пока такие пишут Бас жирный, фанатик, злая, вероодержимый, ага Злая тру, не прячу, заширный кадр с нами КЖ Обойма зарежена вайбами Дамы и господа, наш особенный гость — санкт-петербургский рэп-маэстро КЖ Обойма Ура! Твой путь начался в Ленске Ну да, естественно, да, я родился в городе Ленске, это республика Якутия Там Москва, Петербург, какие-то крупные города-миллионники До них, да, как-то больше информации, да, какой-то доходило там Да и вообще местные, да, знают, что вот я есть такой я Который проживает в Петербурге, занимается рэпом Космический канал, да, где-то там Комах, там какие-то документы, продукты, вещи Родный брат также учился в Питере, в Академии гражданской авиации Я говорю, Дэн, подскакивать какому-то пиздюку Там, говорить, какие джинсы тебе нужны А я сам, у меня в голове играет рэп, там, знаешь Не, не жду вдохновения, когда придет Ты профессионал, работать со словами Правильно, правильно В первых альбомах, ну, часто прослеживается образ Метод Мэна Происходит, наблюдая за всем, очень пристально, очень внимательно Очень бейте сейчас Это наша группа, в которой я состою В которой состоит Шама Это группа Suicide, это Карса, это Архара Это еще много ребят Ну, туда, кто уехал, да ладно, люди уезжают Это как бы, ну, к этим людям нет вопросов никаких Ты захотел уехать, чувствуешь себя здесь некомфортно Ради бога, езжай, ищи свое место под солнцем Для меня никакого нахуй к ним уважения нет Короче, так Мы жители одной планеты Кэшшулс, everything around me Крим, get the money Дала-дала, биллион Всем салют, это Кожаобойма И это интервью специально для блога Speak to Bash Same people life Я Демок Баш, это блог Speak to Bash Баш, 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 баш Эй-яй-яй, все мое время стрихнуть пыль с колонок Вот мой гость, которого мы вам представляли Это Женя Кожаобойма Жень, привет Готов поговорить? Да, конечно, готов Ты когда уезжал из Ленинска в Питер, ты уже знал, что ты будешь рэпером? Слушай, на самом деле, да, знал тогда уже Как ты это понял? Ну, я просто хотел, я думал, пиздец, короче Я хочу читать рэп Ну, я смотрел там какие-то клипы Децл, да, «Царство небесное» Кирилла Я смотрел там Эминема, я просто в ахуй был, я думал, ну, как так, это так круто, я хочу это тоже делать Я не знаю, как это получится, но я поеду в тот город и буду пробовать именно что-то найти людей, единомышленников каких-то И благодарю Вселенную за то, что она мне подарила такую возможность, вот приехав сюда, в Питер, я буквально тут же Знакомлюсь с самыми лучшими людьми из Питера в плане рэпа, в плане хип-хопа А в Ленске у тебя были какие-нибудь публичные выступления? Когда в школе учились? Ну, да, да, до Питера Ну, нет, ну, в Ленске я чувствовал себя как рыба в воде, это маленький городок, где все тебя знают То есть я там везде вписывался в разные движухи, ну, там, КВН какой-то, знаешь, ну, это школьная такая тема Смотр песни строят, там, маршировать, что-то там, это, ну, меня отправляли, Женя Карымов идет Не спрашивали даже меня, я такой, окей, погнали Но когда я приехал в Питер, ну, то есть та атмосфера, которая была у меня дома, да, то есть я как рыба в воде Я приехал сюда, это огромный город, очень много людей, каждый крутой по-своему И для меня, например, там, в универе, на парах, там, да, выйти с докладом, это было какое-то испытание Я там сгорал весь от стыда, понимаешь, аудитория, мне там нужно рассказать что-то Я думал, что я буду с этим справляться как-то, ну, легче, это мне будет даваться На самом деле я, там, боролся с собой, там, первые мои выступления, там, кому-то зачитать свой куплет незнакомому человеку Я говорю, я думал, я сквозь землю провалюсь просто То есть все те расклады, которые были в школе, да, до Питера, это, ну, абсолютно другая жизнь была То есть здесь появилась боязнь сценам? Ну, не то чтобы сцены, просто я понял, что я не такой, блядь, смелый чувачок, знаешь, и готов там шутить, прикалываться, всех веселить, там, знаешь, развлекать Вот так вот, ну, просто выйти там на сцену или даже вот в аудитории, да, к этой, как называется эта хрень, ну, поняли, да? Которую доклады делают И как ты это победил? Да просто все это перемалывается, ну, работаешь над собой, борешься Я говорю, когда он написал первый куплет свой, ну, более-менее нормальный такой, я зачитал его Глебу Криплу, там, у себя на кухне, ну, у меня мы сидели И он сказал, бля, это круто, это кайф, ну, типа, ништяк И потом, спустя какое-то время, мы собираемся уже у Глеба, и там у нас была большая туса, и там были, был Смок, и был Асик, был Фьюз, был Асай Весь топчик Питерская элита вся Да, да, и, ну, там, и Краснодар, вот, Асик, да? И мне Глеб говорит, ну, не мне, а, говорит, пацаны, мне тут Жека такой куплет зачитал, вы сейчас просто охуеете, давай, бро, зачитай Я такой, бля, зачем ты это говоришь, а я стесняюсь, я не могу, у меня там внутри вот так вот все, знаешь, перелом, ну, ломается, горит просто Я думаю, ладно, короче, я собираюсь, читаю свой куплет, кое-как зачитал его, не сбился, я там обосрался, что я собьюсь, но я не сбился, зачитал, и мне все пацаны, бля, ништяк, красава И в тот момент произошел перелом некий такой у меня, тогда я почувствовал уверенность в себе, ну, то, что все окей, то, что я делаю, это нормально, не кусать, делай и купать То есть такая поддержка сработала прямо Да, да, вот именно, это, как бы, знаешь, был такой некий экзамен, как бы мой, самый главный, по сути, в жизни, на тот момент Так, слушай, если в тот момент бы, ты бы, как можно сказать, обосрался, может быть, сейчас было бы все по-другому? Вообще легко, просто если бы я сбился, если бы я там что-то зажевал, замямлил, да, там, пацаны, это понятно, и типа, ладно, давай, кто там следующий читает Начиная, я сидел бы в углу, попивал пивко, и начал бы задрачивать, и гнобить себя внутри И загнался бы в итоге И потом я, нет, это не мое, и начал бы, возможно, чем-то другим заниматься Слушай, вот мы сейчас говорили про поддержку, которую там пацаны подтолкнули А у тебя вообще от родителей была поддержка твоего творчества? Да, это самое главное, я считаю Ну, не то, чтобы какая-то поддержка, типа, Женя, классно, молодец Они просто, ну, не вставляли мне никакие палки в колеса Ну, спрашивали, чем ты там занимаешься Я говорю, вот, музыка Они такие, ну, окей, там, это был первый, там, второй курс, третий курс Они как бы, ну, одобряли, так скажем, мой выбор, да Ну, говорят, Женя, главное просто учись Получи диплом, получи высшее образование Занимайся чем хочешь, но главное учись, типа, чтобы тебя не отчислили Благодарю за это своих родителей Просто безмерно, ну, всегда буду им за это благодарен Но, когда я окончил пятый курс Получил диплом И по окончании пятого курса Я выпустил свой первый альбом Я приехал в Ленск Привез диплом Говорю, мам, пап, вот, смотрите, диплом Они говорят, ну, молодец, что Вот мы тут тебе работенку подыскали Нормальную в администрации города Я говорю, не-не-не, я в Питер обратно поеду В смысле, какой, блядь, Питер? Ты что, а работать кто будет там? Я говорю, не-не, у меня что-то вот, альбом вышел первый мой Там люди бодрятся Ну, окей, тогда все, наша здесь миссия закончена Мы тебя отучили Ну, родители оплачивали мою учебу То есть, там, мое проживание в Питере, да? Говорит, все, пиздец, как бы Ты свободен, двигайся как хочешь Езжай куда хочешь Но уже сам, как бы, диплом ты получил Мы сделали все, что смогли для тебя Я окей Я сел, прыгнул в таксо в батину Волгу Работал все лето Заработал себе на билет Там какие-то бабки на первое время И в октябре приехал в Питер Ну, и потом, естественно, там, ну, че там же это все так же музыка Но потом, когда пошли концерты Родители, ну, ништяк, кайф, молодец Че там, ну, денег хватает А ты вообще там не думал, там, по специальности Я говорю, мам, пап, пока нормально так А ты можешь вспомнить свой первый концерт? Вот прям чувств, ощущение, как это было? Ну, первый сольный концерт или вообще выступление? Вообще, первое выступление на сцене в Питере? Слушай, ну, первое выступление на сцене в Питере Я выходил как бэк МС с Умбриака А, первое мое вообще выступление на сцене Это было не в Питере, это было в Северодвинске Вот, был концерт у Умбриака Они должны были выступать, ехать И Сруч заболел, и Крипл мне говорит Джека, поехали со мной Ты же знаешь, Нарслава, сделаешь бэки на сцене Я ебать Конечно, поехали Но я там был воодушевлен Там от земли вот настолько ходил Там эти дни, знаешь, до отъезда в Северодвинске Мы сели в поезд, приехали туда, и потом меня просто как уебало Знаешь, мешком таким тяжелым Как я буду выступать на сцене первый раз Выходить там люди, знаешь Мы взяли водки, бухнули в водке жестко Меня так поднахлобучило Ну, вроде, полегче стало Я вышел на сцену, сделал Глебу бэки Нигде ничего не залажал И зачитал свои два куплета Ну, люди хлопают Уаа, класс, класс Че за пацан, кто это такой, типа, все нормально Ну, то есть, это было мое первое выступление И после этого, когда я уже в Питер приехал Было несколько клубов Это был клуб Росси Был клуб Пятница И там постоянно выступали все То есть, там просто какая-то клубная вечеринка Играет музло И в какой-то момент все дают свои балланки Диджею И там по два, по одному треку В клубе Пятница по средам Либо по четвергам были вот эти хип-хоп Вечера? Да, да, по-моему, по средам По средам, да Если я не ошибаюсь И в воскресенье в революции Или что-то типа того Ну и вот, короче, три дня в неделю Брал с собой болванку И там, знаешь, я просто в этой мишанине Там давал свой диск И залетал, короче, читал один куплет И люди, ну, они меня особо еще не знали Но как бы им нравилась эта энергетика Знаешь, я тоже, ну, начал этим питаться Я смотрю, люди не плюются Не блюют от того, что я делаю на сцене Знаешь, не кидает меня с чем-то А наоборот, начинает подтягиваться к сцене Потому что все те, кто выступали Ну, уже как бы немножко, знаешь, приело все это При всем уважении там к старым исполнителям Да, там, это X-Team Это «Зеленый синдром» Это там еще там куча пацанов Там «Тени улиц» какие-нибудь, знаешь Ну, люди их уже знали А я как бы был новое лицо Новый голос, знаешь Новый какой-то рэп Ну, на тот момент Ну, в плане не новый рэп по звучанию А просто новый какой-то чел И всем было интересно Никто не знал, кто я такой Просто Жека, Жека, хуй знает Кто это Вон, тусуй за сумбряка И все И это как бы тоже подогревало интересы людей Я с каждым разом, выходя на сцену Ну, у меня был мандраж жесткий Что я что-нибудь забуду, облажаюсь Но когда я видел, что люди подтягиваются Как бы у меня все, знаешь Ну, этот весь страх Это менжевание Оно превращалось наоборот В какой-то, блядь, огонь ебучий Я просто разваливал там И с каждым таким выступлением Уверенность в себе как бы Она, ну, возрастала крепло В плане там лирики То, что я пишу, да Ну, написание И в плане самых выступлений Мне очень нравилось просто выходить, выступать И вот тогда я провел какие-то параллели Ну, то есть стал себя уверенно чувствовать Там, когда я в Ленске Да, у себя был Перед своими там одноклассниками Ты там, эй И так же и здесь То есть уже неважно Там 50 человек 150 человек Какой-то страх Есть он, да Ну, присутствует и сейчас Знаешь, такое волнение Но оно такое приятное Такое Ну, я не знаю, как объяснить Ну, те, кто выступает, знают Да, те, кто выступает, знают Да, и вот только ты выходишь И все это направляешь Ты в нужное русло И как бы все четенько И так вот На этих тусах Там, знаешь Вот этот опыт накапливался Там выступлений Хотя сейчас смотрю видосы старые Думаю, ебать, такой деревянный Такой смешной Ну, и сейчас тоже Когда смотрю на какие-то Свои выступления Ну, не знаю Ни одного Не припомню ни одного видоса Чтобы вот я посмотрел Какой-то свой там Не знаю там Или несколько треков Или целую сольную программу Чтобы мне все понравилось Я везде найду до чего доебаться До себя же самого То, что здесь как-то не так Здесь что-то не то Ну, это нормальная вещь Но ты же понимаешь Что это видишь только ты Со стороны люди Видят все, что все окей Ну, да Это я понимаю Но Ну, в любом случае Работать над собой Это всегда нужно И за счет этих просмотров Федосов Ты делаешь какие-то выводы И становишься лучше Это да Но сейчас Вот, например В данный момент Выступления От них я уже так не кайфую Например, как раньше Это возраст? Слушай, да я не знаю Мне кажется Это даже больше не возраст Вот мне там сорокет Но я не чувствую себя На сорокет Например, да Не физически Не как-то там Ментально Не морально Больше скорее, знаешь Сейчас просто такое время Когда Ну, вот я выхожу Читаю свои там треки Например, там 2006 года Есть треки там Девятого, двенадцатого Пятнадцатого Ну, там Вот за этот промежуток времени Я читаю эти треки Я помню то ощущение То состояние Когда я их писал И, короче, не совпадает Знаешь, у меня вот С тем моим ощущением Мировоззрением Которое было тогда И мне не очень комфортно просто Вот у нас концерт В Москве в сентябре Я к нему готовлюсь Я буду так же кайфовать Да, но Как было раньше Там, например Там каждые выходные У тебя концерты Я сейчас Бля, не знаю Вот так вот лупить Просто каждый день Там по полтора часа Ну, просто больше Как ты знаешь Морально до этого устаешь Если это что-то Ну, новый материал С новым материалом Полегче выступать Больше нравится Старое Просто подзаебало Читать уже А если тебе платили бы За старый материал Ты готов был читать Каждую неделю? Каждую неделю? Да Смотря какие деньги Ну, 200 тысяч рублей За концерт 200 тысяч за концерт Каждый раз в неделю Или два Да, раз в неделю Слушай Ты готов был? Нет, базара нет Конечно В принципе Здесь можно себе Сказать Женя, успокойся Блядь Да Эти треки Ты написал И эти треки Нравятся людям И они хотят их услышать Блядь И тебе за это платят деньги Базара нет Окей Но Пришлось бы себя Настраивать Короче А раньше Поебать Там хоть За 10 тысяч Плацкарт Ты едешь просто И летишь туда Блядь Хоть бесплатно Готов выступать А на корпоративе Тебя звали? Ну да Бывало несколько раз Ну Такие знаешь Был один раз Открытие клуба Ну там Закрытое мероприятие Было такое Там разные спортсмены Там какие-то селебы Знаешь Такие были Не очень мне понравилось Вот И один раз Меня приглашали На мальчишню Типа У пацана была свадьба Там загородная Там типа Вежуха такая Они все просто Накидались в дрова в полное А я на трезвом Вот И Ну мне повезло То что пацан Чья свадьба Да Ну виновник Так скажем Торжества Мои треки Ну знал Все мои треки Да И когда Дело дошло Я говорю Ну что пацан Давайте уже выступать Блять Они там уже Все упоротые В дерьмину И я Подожди Жек Подожди Давай чуть попозже Я говорю Нет Давайте Ну давайте Начнем уже Они уже Стоять не могут То есть Мы сидим Просто на какой-то веранде Я начинаю Зачитывать свой куплет Этот тип Начинает Продолжает Читать мой трек То есть Я просто молчу И он хуярит Мой куплет А я ему делаю Бэки Я ему просто Бам-бам-бам Бэки делаю Ну и как бы Полчаса посидели Почитали Я забрал котлету Прыгнул в такси Уехал домой Отлично такая тема Да Слушай да Отлично Но больше мне понравилось Больше например Чем вот О предыдущем моменте О котором я рассказал Где там все так официально Помпезно То есть ты выходишь Всем срать Блять На что ты там читаешь Вот это мне Вообще не вкатило Это был один раз А тогда мы сидели с пацанами И он прям кайфует От того что просто Я рядом с ним сижу А не от того Что я сейчас выйду И буду читать Я ему делаю бэки Он блять Чуть ли от счастья Не плачет Понимаешь И вот мы сидим Он такой Давай бухня Бля братан Ну не пью короче Вот Это было как ты знаешь Более душевно Кайфово Мы посидели Пожарили мясо Попил Каких-то там я Лимонадиков Почитал Все А сейчас Когда ты вхожешь на концерты У тебя есть такое Чувство Мурашки по телу Когда зал поет твои песни Да конечно есть Это всегда Это всегда будет Это всегда кайф Да К этому не привыкнуть Слушай ну это как Я не знаю даже С чем это сравнить Нет к этому не привыкнуть Знаешь Момент прям Ну будоражит Прям знаешь Заставляет тебя В очередной раз Напоминает точнее тебе О том что ты Ну не просто так Ты этим тут занимаешься Знаешь Иногда Проскакивают мысли Такие то что Блять Ну у меня вот Второй сын родился Знаешь Я там Йоу Делаю какой-то рэп Я не причисляю себя К каким-то знаешь Легкомысленным Исполнителем Который там Ничего в свои треки Не закладывают Но тем не менее Иногда я ловлю себя Мысль Ну нужно заняться Чем-то более серьезным Там знаешь Пусть это будет связано С музыкой Но уже там знаешь И бегание по сцене Что-то такое Более какое-то Глобальное Монументальное Которое оставит свой след Там годы вперед Но когда люди Смотрю Я вижу там Человека Который ходит На мои концерты Там уже 15 лет Вот в Питере Там или девушка Есть одна У нее там уже ребенок Она с мужем приходит Я помню фотки Где она мала И она там Она приходит на концерт И думаю Ну пиздец Вот у меня опять Короче такая тема Я вижу Вот это очень приятно Это мотивирует Я понимаю Что я слышу Какой-то бит Там еду в машине Или дома Начинаешь писать Начинаешь включаться Такие моменты Конечно мотивируют Вонюмиться к бане Когда тот чувак Твои треки зачитывал Ты тоже мурашки были? Нет Тогда Нет Тогда мурашек не было Нет Тогда он просто Нескут Дичь жесткую И самый жесткий Расклад был в том Что он мне говорит Такой спрашивает Типа Вот у тебя там Строчки Там Так Так Это что значит? Я говорю Ну это значит Это Да нихуя Это означает Вот это Это И он пытается Меня переубедить Ну там Зазначение моих же слов Типа Я так Ну он понял Так Знаешь Я такой Ладно Окей Короче Пусть будет так Самый лучший концерт И самый конфликтный концерт В твоей жизни Я вспомню несколько самых кайфовых концертов Это один был по-моему в Казани Очень круто нас встретили Ну как организаторы Да Так по-домашнему И в зал был просто Орали песни Были крутые концерты В Украине В Луганске В Донецке Я помню Это был год Две тысячи Наверное восьмой Тоже там Я просто смотрю видосы И там просто Вся толпа Вот тогда Каждый мой трек Все орали просто Знаешь Там в Одессе Были крутые концерты В Питере Были крутые концерты Вот прям какой-то один Я не могу вспомнить Самые ублюдские концерты Это наверное те Когда организатор Обсирался жестко Да И это был концерт Значит Где у нас такой был В Минске Он нас поднаебал Жестко организатора Я понимаю Что я виноват И безответственный Блять Мудак Да Жестко сидя в гостишке Потому что мы до последнего Не думали Что мы выйдем на сцену Ну потому что У нас была Определенная договоренность Да И потом мне Мой внутренний голос И диджей Колян Фишер Салют Говорит что Бля братан Люди там ждут В клубе А клуб и гостишка рядом И мы прям видим В окно там люди идут А этот пидор Он не заплатил нам деньги Да Оставшийся Который должен был Ну и там еще были нюансы Я понимаю Что люди пришли Их вообще не ебет Что там Я же здесь Они же видели меня Была автограф-сессия В магазине Там каком-то Знаешь до этого Ну и короче Я такой Просто раскладной Попер в этот клуб Выступал в этом клубе Забыл Блядь Все слова Короче Которые только Знал В каждом куплете Я сбился Короче Знаешь И там пытался Какой-то стендап Там устраивать Ну как бы люди ржали Вроде все прикольно Все было позитивно Да Но потом В комментариях Мне в личку писали Типа Бля Жека Мы приехали Там с другого города И вот смотреть на тебя На синего Ну вообще не кайф было И я извиняюсь Перед всеми Еще раз Кто там был Там концерт И прошу прощения После того раза Я подвязал С такими раскладами Что там угандошиваться Перед выходом Там знаешь Все приходит с опытом Это был худший Для меня концерт Ну в плане моего выступления Как я выступил Давай-то закончим Концертную тему В том плане Что ты можешь посоветовать Начинающим исполнителям Для того чтобы не бояться Выйти на сцену Вот прям три совета Три совета Ну первый совет Короче Это просто выходить на сцену Даже если ты сышь жестко Просто выходить Короче Ну как бы Стараться отключиться Представить себе Такую ситуацию Что ну назад Пути нет Короче Ты можешь только туда шагнуть Там в бездну Блять со скалы Что угодно Можешь себе представить Да И вот с каждым разом Это будет ну легче преодолеваться Это знаешь Ну как прыжок с парашюта Да например Типа такого что-то Потом ты кайфуешь с этого уже Получаешь удовольствие Ну естественно Настраивать себя Перед этим Как-то знаешь Говорить себе То что Если ты боишься И если ты не хочешь Значит это не твое А если это твое Если ты решил Что это твой расклад Твой путь Да пусть будет так громко сказано Твоя дорожка Вот этот коридорчик Из гримерочки Туда на сцену Ну значит ссать уже поздно Если ты там находишься Ну и люди не любят Когда знаешь Вот выходит человек на сцену Да ты смотришь Как он круто выступает Да я наблюдал Много раз Да такое Что человек просто Исполняет охуительно Не важно Это западный какой-то Артист или наш Отечественный Но я то знаю Что он так же сыт выходить Понимаешь Но он просто переборол Вышел и сделал красиво И потом так с этого кайфуешь Никакой там Не знаю Условный допинг Или что-то еще Какие-то удовольствия Такие знаешь Ну искусственные С этим вообще никогда не сравняться Это что-то типа секса Знаешь Какого-то Концовочка какая-то Знаешь Прям такой пиздец Ну Очень приятное ощущение Они конечно По другим рецепторам идут Да Они больше там Ну принцип тот же Да это очень круто На самом деле И не нужно этого бояться Ты же сам выбрал этот путь Поэтому идешь навстречу И там уже Происходит Третий совет Чтобы не бояться Это даже не важно Выход на сцену Стоит употреблять алкоголь Либо еще что-то Прежде чем Я не могу давать советы Там знаешь Не пейте Не курите Это конечно И так все прекрасно понимают Просто есть определенная мера Которую нужно уметь соблюдать Я лично не умел ее соблюдать Ну вот Ну то есть я научился Это впоследствии делать Ошибаясь неоднократно Вот то что я до этого рассказал Да Я конечно не советую Употреблять Использовать какие-то там допинги Алкоголь Что-то еще Это обманная тема Это болото Которое тебя затянет И потом скорее всего Не отпустит тебя обратно Это все в голове твоей находится Весь твой Насколько ты крутой Там знаешь Исполнитель Там не знаю Или художник Или танцор Не важно Что ты делаешь Все в твоей голове Это просто знаешь Немножко сгущает краски Кто дает какую-то смелость Такую Ну Ненастоящую на самом деле Все это внутри тебя сидит Все оно есть Просто нужно найти Эти выходы ниточки Чтобы потянуть Все это есть у человека Так что будьте уверены Выходить на сцену Ничего не бойтесь Все у вас получится Вообще ничего не бойтесь Когда куда-либо уходите Репрезенты Я так понял Что ты сейчас От репрезентов Таких уходишь Что вот Я рэпер Ну да Просто сейчас Хочется все свое Творческое Начало Всю свою энергию Тратить именно На что-то такое Созидательное Доносить до людей Какие-то мысли Неважно 2, 3, 5, 10, 15 Человек увидит Если он поймет То что я хочу сказать Это будет просто Прекрасно и отлично А репрезентов Написал Очень много Где я говорю о том Что я могу Так и так и так Я люблю это И не могу без этого Но я пока это отложу До каких-то времен Определенных Потому что у меня Был в планах Выпустить микстейп Еще один Чисто рэперский Там под инструменталы Бумбэп У меня куча куплетов Для старичков Для старичков Да Да вообще для всех Потому что сейчас Бумбэп Звучание возвращается Как бы И под новые инструменталы Какие-то старые Может быть куплеты записать Какие-то новые написать Но здесь такой пошел движ То что я подумал Что ладно Это потом Отложу это Сейчас пока нужно Заниматься более Такими конструктивными делами Повернемся опять Голдскулу Респект за альбом Скриплом порадовали Расскажи от себя Как проходила работа Как вообще Вот взаимодействовали Слушай Работа проходила Ну По-разному Бывало Шла нормально Более-менее Как бы да Гладко все Приезжали на студию Писали тут же Мы планировали Мы планировали вообще EP делать То есть там Треков Там Три-тира-пять Быстренько сделать Выпустить Пригласив Там каких-то людей Ну тоже значимых Кто уже давно в теме Потом подумали То что Да что там Три-пять треков Давай уж Десять Раз уж сделаем Так сделаем Но я скажу так Мне проще работать одному Я в очередной раз В этом убедился То что Я пишу Как это Ну видимо Может быстрее Или там Более требовательно Чем кто-то другой Да например Ну с Глебом у нас были терки Я говорю Брата Ну мы же договорились Что до Нового года Мы должны выпустить Закончить Там Бля Ну я что Ну не пишется Что там Не виноват Блядь Ну не пишется Значит блядь Не надо вообще Начинать это писать Ну я не знаю Жестко 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 то что Ну ты вынужден идти Как бы навстречу Людям Которые там Знаешь Ну не хотят сейчас работать Да например Меня это как бы Обламывает Меня это заебало Ну все как бы Никогда не говори никогда Да но я все таки скажу То что все эти вот Совместные рэп альбомы Это такая тема Ну по-любому Кто-то кого-то будет подгонять Ну да В любом случае И там у нас был И Комендант Мы делали альбом Вот и с Глебом Голдскул И так получается Что везде я Типа давай быстрее Я жду Типа ну мы же договорились Вот у нас есть сроки Давай делать Но это же творчество Какие могут быть сроки Блядь Это творчество Может быть когда тебе 18 лет Тусуешься блядь Куришь косяк Пьешь пивас И не паришься ни о чем Сейчас нужно кормить семью Блядь есть дети Знаешь И есть сроки Встретились взрослые люди Договорились профессионалы Сделать материал Давай блядь делать сроки Ну вот И поэтому мне это как бы Ну подобломало немножко Но Это все как бы Такая знаешь Теневая часть Да Процесса По итогу альбом получился кайфовый Макс One month Сделал шикарные биты Шикарное сведение Все по красоте Обложка Тоже кайф Поэтому Результатом я доволен Идеально Или что можно Нет Да конечно не идеально А что можно было сделать Слушай Да что можно было сделать лучше Я не знаю даже Да ничего сделать лучше Вот такой кон Получился такой альбом Мы так и планируем Вот у нас Типа вот репрезент Вот что там Вот у нас Давай сделаем Про сыновей Вот то Вот это Все как хотели Так и сделали Никто там не планировал Ну в частности Я не думал Что этот альбом Блядь разъебет Там все Это просто галочка Вот и все Что в игре Напоминание Что мы давно вместе С Глебом уже в теме Давно знакомы Вот мы сделали альбом Все Вот вам альбом Пока Дело в жизни Треки на пофиг Нет Слушай Такого не бывает Ну все что пишу Все мне нравится В конечном итоге И у меня нет такого Что есть какие-то куплеты Которые Я написал Или треки Которые вообще не вышли То есть у меня все выходит Ну есть какие-то куплеты Которые там Я начинал писать Не дописал Потому что там какая-то хуйня Я думаю Даже дописывать не буду И все Я оставляю А так чтобы я записал Какую-то демку Это по-любому выходит То есть в стол Я там ничего не коплю Знаю таких людей У которых там куча текстов Куча демок И думаю На хуй ты этим занимаешься Не ну как тренировка Нет Ну блядь Ему уже там за традицион Они до сих пор тренируются Блядь Ни одного сольного альбома Он там уже 15 лет В этой теме Все блядь тренируется Ну пусть тренируется Надо делать Нужно выпускать Если ты это делаешь Или там Вот я не знаю Там Друзья Блядь Ты это сделал Ну если для себя То вообще на хуй никому Не рассказывай Что ты этим занимаешься Тогда А если делаешь Там ну как-то Ты афишируешь Давай всем показывай Что вот у меня такое Тебе скажут близкие Тебе скажут правду Ну там как ты знаешь Критика не критика Что-то Или наоборот Или наоборот Да Или наоборот Похвалят А на остальных Всех остальных Должны быть вообще поебать Ну поначалу точно Ну и потом в принципе Какой был самый лучший год В твоей карьере Есть какой-то прям Что вот Ты запомнишь Что может он Прям переломный Что вот Не ну он не переломный был Но самый такой пиковый Наверное Это когда в 2012 году Вышел альбом Катарсис Вот Ну это мой любимый альбом Вот да Он заебатый получился Да Ну и соответственно Я могу судить это По презентации По концерту Всем привет Это Кожая Бойма 19 числа В это воскресенье Совсем скоро Состоится мой большой Сольный концерт В концертном зале Аврора Жду вас всех Петербургцы Гости города Замечательная погода Большая сольная программа Гости из Москвы Будут у нас Также будут специальные гости 19 числа В Авроре Начало в 20.00 В 8 вечера Приходите Берите друзей Подруг Соединемся Как следует Прокачаем Салют Мы собрали полную Аврору В Питере Ну это там Тысяча человек Почти у нас косарь был То есть это По количеству народу Это мой самый был Такой большой концерт Ну и сам альбом Кайф был И там Моя мама была На презентации альбома Так получилось Она тогда мне впервые сказала О Жень Молодец Когда люди подходят Сфотографироваться Она только тогда поняла Что я не просто Какой-то хуйней Занимаюсь Ну да То что люди приходят Подходят Говорят спасибо Выражают свое Почтение Уважение И как бы ей было приятно А мне от этого приятно Втройне 12 год наверное Самый такой пиковый был В плане там Концертов Гастролей Количество людей Ну на этих концертах Текста пишешь на заказ Да Бывает такое Дорого пиздец Правда Дорого Да Не ну пишу Обращаются люди Один раз написал текст Песню Челу Бля Я подумал Зачем я вписался В это Хотя деньги были нормальные Ну на тот момент Это была сотка Нормальный Лет 7 назад Это было Вот И он мне сказал Типа бро Такой расклад Короче Ну он обеспеченный пацан Мы с этим Пересекались Здоровый Такой Блять Статный чел Говорит У меня в теле Пластинок титановых Тьма Там Суставы Там Он весь разобранный И скидывает мне фотки Как он разложился на мотоцикле Просто там Пизда И тачку Куда он влетел Там какой-то Тойота Раф какой-то Говорит Мне нужно песню написать А я уже аванс взял Я говорю Да напишу Что хочешь Он скидывает мне аванс И говорит Вот такой расклад И там моя мама Там нужно про мою маму Она меня там сдала В детдом Короче Вопрос следующий Возможно ли новичку Сделать с тобой фит Или тебе лучше Работать Или комфортнее Можешь работать С теми шаристыми Знатыхами Да мне вообще без разницы На самом деле С кем работать Если охуенно делает чел Даже если молодой Ноунейм Никто его не знает Кидывает демку Я Блядь Красавчик Я могу просто так с ним делать трек Если мне понравится Главное что От души Да главное чтобы зашло Просто как он это делает Как он это подает Чем наполнена Вся эта форма Знаешь И может Это легко так произойти Но я не слушаю демки В личке Бро зацени Мое дерьмо Бать Это очень много времени Можно на это потратить И 99% Это кал будет отборный Понимаешь Это больше так Как-то случайно Получается Кто-то из знакомых Говорит Зацени И я где-то услышал Где-то в инстаграме В сторис Чувак Сделает Бля Вот Недавно Я не помню К сожалению Как зовут Малого этого Ну он делает прям Новый звук Такой пиздец Новая школа Да Новая школа Но это не кря-кря Там сучка Трахнул член Не такое У него такое Знаешь Глубокое Музло И звучит все очень круто И я прям Кайфую Когда слушаю такое Что ну молодые пацаны А если это сделано Под копирку Как миллион MC Таких И они выглядят Как ублюдки Просто долбанные Мне не нравится такое Знаешь Все одинаковые Понимаешь Они все одинаковые Они и звучат одинаково И выглядят одинаково И мне это Ну не очень прикалывает В одном из интервью Ты говорил Про школу рэпа Что ты как-то Учил молодого парнишка Да Не думал Организовать Может быть Даже не как школу А типа Как лейбл свой Ну чтобы Продюсировать Каких-то Артистов Тоже были такие мысли Но опять же Вот возвращаясь В реальность Да Сейчас ну не до этого Не до продюсирования Молодых каких-то ребят Ну нужно Нужно собирать Новое поколение Нужно собирать Единомышленников Просто если попадется Какой-то малой Талантливый пацан И он будет Как бы Готов к тому Идти с нами Туда куда идем мы Да И говорить о том О чем говорим мы Да То конечно Он может быть Встать в наши рины Без проблем А малой парнишка Да Год с ним занимался Мне очень с ним повезло По двум причинам Да Первая причина Это то что он Оказался нереально талантливым Сам по себе парень Да И родители у него Такие понимающие Обеспеченные люди Да Они мне платили За занятия с ним Это второй уже момент То есть Ну нормально Они как бы платили И ну первый все-таки Момент То что мне было Приятно с ним Ну контактировать Да В плане музла В плане общения Он не какой-то там Избалованный говнюк Знаешь Там богач такой А простой парень Интересующийся музыкой Ему Он Я спросил у него Когда мы там Первый раз увиделись На суде Говорю что тебе нравится Он говорит мне нравится B.I.G.2.P. М.M.O.P. Шон Прайс Я думаю Блин Когда это было Шкере В тот момент Да Там какой-то фейс Там что-то такое Ну вот эта вся дрочь Конченая Вот А он говорит Такие Называет такие вещи У меня сердечко Знаешь Так сразу Ну вот Молодец парень И мы сделали с ним Пару треков Занятия наши Прекратились Там по их Каким-то причинам Нужно больше было Времени уделять Учебе А что с фристайл Фристайл Такая тема Знаешь Это Ну Есть две стороны Да Это медали Есть кто круто Фристайли Да Ну прям Мне нравятся фристайлы Когда вот V1 Battle Где пацаны На ходу Просто раскладывают Жестко Ну это я преклоняюсь перед ними Это блять талант Нереально Я так не умею Это нужно тренироваться У этому учиться Вот это все в башке Ты все эти схемы Держишь Да Это очень круто Это настоящий фристайл Я так счастлив В счастье Вообще Меня внутри Жжет Я говорю О том Что от тебя Я поражен Ты светлый человек И когда вижу Я тебя Я думаю О том Что я хочу Тебя сильно Обнять Друзья мои Вот культура В России Появилась Потому что Есть такие МС И как бы Тут другие Парни Его тут Не поносили Он Самый Звездный И самый Сильный Сейчас Ты полностью Живешь На музыке В музыке Так сказать Все что я делаю Ну все что я зарабатываю На 90% Так или иначе Связано с музыкой Можешь поделиться Это концерты Стриминги Концертов Нет Ни черта Практически Понимаешь Я получаю Деньги С моих альбомов У меня большой каталог С 2006 года Капает там что-то Стриминг Ну да Назовем это так Также есть всякие моменты Опять же Гоустрайтинг Я просто Ну это редко Я это нигде там Не афиширую Там прям сильно Да Но обращаются люди Потому что я могу написать Песню там Для девушки Для какой-то Там какой-то О любви Для кого-то пацана Ну о чем угодно Могу написать песню Брэп Да просто Стоит дорого Некоторые такие Охуевают просто Если что-то серьезное Ну да Ну и вот Это периодически стреляет Если здесь что-то Какое-то провис То появляется такой вариант Ну как бы Приходится так балансировать На самом деле Не то чтобы сложновато Да Ну заебись Нормально Что музыка меня кормит Это просто дар какой-то Знаешь я счастлив Потому что занимаюсь Любимым делом Я живу за счет этого Ну это как Всем вот такого Ты был КЖ обоймой Потом стал КЖ Сейчас обойма Опять так сказать Вернут Да он давно уже Да 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 Что это тебе дает Как артиста Да ничего не дает Просто в один момент Заебало КЖ обойма Что это обойма Обойма Просто захотелось сократить Знаешь Захотелось сделать Немножко другой материал Тогда это было Не помню что я выпускал А прощай оружие Альбом выходил Вот Я подумал что Вот прощай оружие Значит прощай обойма Вот Просто как КЖ Мне казалось Что КЖ Как-то проще Знаешь В голове оседает Нет двух слов Да Покороче Просто обойма Какой-то детский Инфантильный прикол Знаешь Пах-пах-пах Вот это что такое Вот Потом в один момент Я подумал То что Какого хуя Ну это мое имя Да Это тот псевдоним Благодаря которому Меня вообще все узнали Да И когда я вернулся обратно Встал в строй Я почувствовал Какой-то пазл сложился Все-таки Ну Это уже Как говорится Песни Слов из песни Не выкинуть Да И здесь Как есть Так есть уже Ну Какое Получил прозвище Да В тот момент Так оно Ну и буду нести Его до конца В нашем блоге Все наши гости Оставляют нам пожелания И автограф Вот в этой самой книжечке Ты готов написать Что-нибудь от себя Для нас Да Конечно Ну такая палочка Которую можно рисовать Писать Пожалуйста Окей Спасибо тебе большое Всем спасибо Что досмотрели Это интервью Обязательно подпишись Напиши комментарий Поставь лайки Вверх И ты сам знаешь Что делать С вами был Дима Баш Женя Кажи Обойма Ваня Уандер Команда Спик Баш И все До новых встреч Папа Пил Все Спасибо тебе Спасибо Прибыл в Питер Верю 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 В завтрашний день Знаю Мой талант Не сможет убить Моя лень Верю В свой Триумф Верю В братьев С района Я знаю Не останусь голодным Пока я с микрофоном Третий час на связи